МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Янаульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! Сегодня в Янауле состоялось значимое событие – открытие знака «нулевой километр». В городах России нулевые километры находились обычно у здания главного почтамта. Поэтому выбор местоположения нулевого километра пал на улицу Ленина. В этом районе когда-то и располагался первый Янаульский почтамт. Об этой знаковой точке нашего города знали немногие, в их числе специалисты Русского географического общества. Именно по их инициативе в городе появилась еще одна достопримечательность. Торжественное открытие знака «нулевой километр» состоялось сегодня, несмотря на все кафризы природы. Одной из первых собравшихся поприветствовала заместитель главы администрации района по социальным вопросам Гаухар Миндиярова. Мы являемся свидетелями такого большого, красивого события. Этот знак существует в больших крупных городах, как Москва, Уфа, Тюмень, Сочи. И очень отрадно, что этот список будет пополняться, и в этой отметке будет город Янаул. С приветственным словом к гостям праздника обратился руководитель местного отделения Русского географического общества Фарид Харисов. Это стыла мы сделали в Уфе, это ООО «Пластик». Стоимость 87 тысяч, весит 80 килограмм, высота 1,40 метра, диаметр 1,20 метра. Он поблагодарил всех руководителей предприятий и организаций, кто принял участие в реализации этого проекта. В этот день им вручили благодарственные письма от имени местного отделения Русского географического общества. И вот настал самый важный момент. Открытие самого знака в центре символического компаса расположилась традиционная роза ветров с указанием сторон света. Сегодня очень торжественное мероприятие, знаковое событие для нашего Янаула, Яновского района. Эта идея мне пришла, когда мы открывали северную крайнюю точку. Во всех крупных городах есть 0-й километр метр. Давайте сделаем в нашем Янауле тоже такой же 0-й километр. С этой идеи зашел в администрации Шаток-Замовича. И что так далее, сразу принял мою инициативу. Давайте установим этот знак. Поэтому после этого уже начал я заниматься. Искал спонсоров, исхи сделали. Обращался в Уфимский ООО «Пластик» Тимур Аритович. Он тоже принял мой вызов. Давайте сделаем, попробуем. И с этого уже началось. Поэтому я хочу сказать, что большую помощь оказали спонсоры. Наши янауцкие парни, которые работают, руководители предприятий, организации, учреждения. Им очень благодарны. Дальше вопрос у нас в этой благоустройстве территории, конечно. Об этом мы говорили уже ребятами. Весной полностью мы благоустроим территорию нашего 0-го километра. Я хочу сказать, что вот этот 0-го километра должен быть для янаусов место отдыха. Вот есть народные приметы, которые говорят, что если молодожена делает первые шаги с 0-го километра, у них будет счастье, благополучие, семейная дружба будет постоянно. И есть тоже традиции, многие предприниматели начинают свою работу, свои дела открывают, начиная с 0-го километра. И я хочу, чтобы все спортивные мероприятия, которые проходят, чтобы они пришли, начали с 0-го километра. 0-й километр человеку дает энергию, силу, бодрость, удачи дает, успехов дает. Очередной инвестиционный час прошел в администрации района 23 июля. Глава администрации района, его заместители, представители различных ведомств и инвесторы обсудили проекты, значимые для нашего района. Идея семьи Рашитовых сельскохозяйственной направленности. Проект включает в себя как занятие животноводством, так и развитие агротуризма. В него они планируют инвестировать более 100 миллионов рублей. Первый этап включает в себя строительство животноводческой фермы. Построить ее Фердаус Рашитов планирует недалеко от села Кумово. С этим вопросом он и обратился к специалистам администрации. Совместно они обсудили возможные варианты аренды земельных участков, а также актуальность развития экотуризма в нашем районе. Идея, она очень на сегодняшний день актуальна и перспективна. Поэтому насчет животноводства и насчет молочной продукции изготовления, мы именно акцент делаем на натуральные продукты. Чтобы было все натуральное, да, не большими объемами, но только должно быть, чтобы только натуральное. Естественно, в дальнейшем, там же, в этом же агрокомплексе нашем, который будет называться агрокомплекс Кумовский, то есть в честь нашей деревни, там же также хотим развития экотуризма. Экотуризм производит отдельные домики, чтобы народ мог приезжать отдыхать и смотреть, как все это осуществляется. То есть в дальнейшем тоже изготовление сыров, своя хлебопекарня. В бизнесе мы с 97-го года работаем, можно сказать, во всех окраинах Российской Федерации. То есть начиная от Ямала-Ненецкого автономного округа, Краснодарский край, Карачаево-Черкесская республика. Успешно работает наше предприятие, как на севере, представление охранных услуг, в сфере охранных услуг. Естественно, Краснодарский край – это туризм. И Карачаево-Черкесская республика, горнолыжный курорт, Архыс, там тоже в основном на туризм. Ну вот сейчас хотели увидеть себя, почувствовать себя в сфере фермерства, семейного фермерства. У нас семейный подряд, у нас в основном работаем в семейном подряде. Проект, сейчас будем проходить процедуру подготовки документов. Вот сейчас обсудили с главой района. Первый этап – это заключение договоров земельных участков. Я думаю, наверное, со следующего года начнем строительство фермерского хозяйства. И проект, я думаю, если все будет хорошо, осуществим в течение трех-четырех лет. Следующие участники «Инвестчаса» – предприниматели Айрат Шафиков и Андрей Яковлев. Каждый из них обратился со своим проектом. Проект Айрата Шафикова включает строительство двухэтажного здания торгового центра площадью 5000 квадратных метров. Планируемые объемы инвестирования – более 100 миллионов рублей. Участники встречи обсудили возможность получения дополнительного земельного участка для размещения автостоянки и вопросы благоустройства близлежащей территории. Индивидуальный предприниматель Андрей Яковлев к рассмотрению предложил два проекта. Первый включает строительство в Янауле двух точек быстрого питания известного бренда. Для этого необходимо вложить 4,5 миллиона рублей и создать 11 рабочих мест. Участники встречи обсудили возможные места их расположения. Второй проект подразумевает строительство помещения площадью около 500 квадратных метров под размещение продовольственного магазина. Открытыми лишь оставались вопросы размещения магазина и согласования коммуникаций. Со стороны специалистов администрации обратившимся были даны разъяснения по возможности ведения предпринимательской деятельности и дальнейших необходимых шагах. Те проекты, которые были рассмотрены, то что касается рыночной площади, это долгожданный проект. Мы очень долго ждем, когда появится инвестор и обустроит эту территорию. А те направления, которые были предложены другими предпринимателями, они интересны и востребованы. То есть, например, тот экотуризм, который предлагает последний предприниматель, это новое для нашего района направление. Но, как показывает практика, это направление очень востребовано. И вот именно ситуация, которая была создана в период коронавируса, говорит о том, что люди нуждаются в организованном отдыхе. В продолжении встречи были озвучены этапы реализации инвест-проектов, рассмотренных на предыдущих предпринимательских часах. Как уверяют сами соискатели, предложенные проекты позволят создать в городе и районе новые рабочие места и сделают район более привлекательным как для жителей, так и для его гостей. Начать реализацию бизнес-проектов они планируют уже в этом году. Гуляра Ситтикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. Форум «Безопасность на воде-2020» под председательством заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирика Сагитова состоялся 22 июля. Он прошел в онлайн-режиме. Его участниками стали профильные ведомства и главы муниципалитетов Республики. Как сообщил Ирик Сагитов, в этом году очень напряженный купальный сезон. С начала 2020 года на водоемах Республики, по данным Государственной инспекции по маломерным судам, погибло 66 человек, из них 11 детей. Основными причинами гибели людей на водоемах являются купание в необорудованных местах, нахождение в состоянии алкогольного опьянения, переоценка своих физических возможностей, пренебрежение правилами безопасного поведения на воде, оставление детей без присмотра со стороны взрослых. Тем не менее, на территории 9 районов нет ни одного запланированного пляжа. Начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан Марат Латыпов отметил, что ежедневно в Республике на водных объектах погибают в среднем по 7-8 человек. Большинство утонувших, 70%, это жители сельской местности. Поэтому именно на уровне сельских поселений необходимо проводить адресную работу с этой группой граждан. Большой вклад в профилактику несчастных случаев на воде вносят волонтеры. Только за прошедшую неделю 3,5 тысячи активистов помогали муниципалитетам в предотвращении трагедии на воде. В заключении форума Ирик Сагитов обратился к главам районов с просьбой проанализировать вопросы, требующие доработки в данном направлении. Общее количество подтвержденных пациентов с коронавирусом с начала пандемии в Башкортостане превысило 6 463 человека. За сутки выявлено 37 новых случаев заражения. Мы продолжаем следить за ситуацией с COVID-19 в нашем районе. Подробнее о ней нам расскажет врач-эпидемиолог Бульчачак Нуролина. По состоянию на 22 июля в Янаульском районе зарегистрировано 135 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них находится на госпитализации 6 пациентов со средней степенью тяжести заболевания в инфекционном отделении Янаульской ЦРБ. Один пациент переведен в госпиталь города Нефтекамска. Два пациента переведены в республиканские учреждения с данным диагнозом. 19 пациентов находятся на амбулаторном лечении на дому с легким течением COVID. Выписаны с выздоровлением 100 пациентов. Итого на данный момент в районе 28 пациентов получают медицинскую помощь с диагнозом COVID. На карантине на 14 дней находятся 103 контактных лиц. За весь период в районе зарегистрировано 20 семейных очагов, где заболели коронавирусной инфекцией 52 Янаульца. В понедельник в администрации района прошло очередное заседание Оперштаба района, где обсуждались вопросы о ходе проведения противоэпидемических мероприятий, проводимых касаемо выявления нескольких случаев COVID среди сотрудников пикарней в одном из населенных пунктов района. Под медицинским наблюдением на 14 дней по данному очагу наблюдают 78 контактных лиц. Всем им проведены забор мазков и оказывается медицинская помощь. За период с 16 по 22 июля в районе выявлены 14 новых случаев коронавирусной инфекции. Поэтому медики еще раз хотят обратиться к населению с просьбой продолжить соблюдать меры защиты от заражения коронавирусной инфекцией. Носите маски в общественных местах и закрытых помещениях, сохраняйте социальную дистанцию, чаще мойте руки с мылом. В контактном, где в семьях выявлены случаи COVID, рекомендуем настоятельно соблюдать самоизоляцию сроком на 14 дней. Будьте здоровы! Год назад общество с ограниченной ответственностью тепловодоснабжения открыло новое направление своей деятельности, запустив цех по производству бутилированной воды «Янаульская ключевая». За это время чистая и вкусная вода полюбилась многим янаульцам. 21 июля был сделан очередной шаг навстречу потребителям. В центре города появился автоматизированный киоск по продаже питьевой очищенной воды. Бело-голубой киоск издалека привлекает внимание, и жители близлежащих домов уже успели снять пробу и стать первыми покупателями. Принцип работы системы по продаже питьевой воды прост и доступен даже ребенку. К тому же на передней панели киоска есть шпаргалка. Вода на протяжении всего времени сохраняет изначальную температуру и проходит несколько степеней очистки. Управление автоматизированным киоском происходит из офиса компании тепловодоснабжения. Данный киоск полностью автономен и работает при любых погодных условиях. Вода, поступающая в данный киоск, проходит пять ступеней очистки, в том числе и ультрафильтрационную обработку перед розливом. Мы надеемся, что наши жители города Янаула примут это новшество, так как действительно этот киоск впервые установлен в нашем городе. Покупатель, однажды изучив инструкцию, достаточно просто разберется, как он работает. На продаже осуществляется от объемов от литра и до 20 литров. Данный киоск принимает монеты и также обслуживается с помощью банковских карт. Все параметры работы контролируются непосредственно из личного кабинета. То есть мы можем, находясь в кабинете, видеть, какое количество воды было реализовано, какие объемы больше пользуются спросом. Ну и в общем, в целом, сколько было продано за определенный промежуток времени. То есть это за неделю, месяц и год. Работа киоска круглосуточно, 24 часа и 7 дней в неделю, без выходных. Киоск установлен по адресу улицы Ленина, во дворе дома, 26. Ослиный огурец. Именно так дословно с некоторых тюркских языков переводится слово арбуз. Действительно, ослики любят полакомиться этой ягодой. Да и мы, чего греха таить, с нетерпением ждем бархатного сезона, чтобы отведать кусочек другой ароматного арбуза. Как выбрать полосатое чудо и умеют ли это делать и на улице? Смотрите далее в нашем эфире. Постукивание, пожалуй, один из самых распространенных способов выбрать спелый плод. Знатоки уверяют, спелый арбуз издает гулкий звук при похлапывании. А если арбуз чуть-чуть сжать сверху и снизу, и он слегка затрещит, значит спелый. Есть сторонники и другого метода. Выбирая арбуз, можно определить его пол. Мальчики больше и имеют удлиненную форму, а девочки меньше, круглее и, как правило, слаще. Так что же главное – цвет, размер или форма при выборе арбуза? Что по этому поводу думают и на улице? Вообще не знаю даже. Я раньше брал самый большой, и все. Самый большой всегда хороший. А я не умею выбирать. Чего дадут, то возьму. И как? Хороший дают? Разные попадаются. То сладкие, то не сладкие. Не знаю. На удачу так выбирать не умею. Похрустим это, потрогаем. Хрустит, не хрустит. Как-то звук должен издавать вроде. На вид смотрим ушка. Красивее. Выбирай, берешь. Однако размер арбуза не всегда играет в пользу его вкусовых качеств. Профессионалы советуют остерегаться гигантов. Есть вероятность, что его искусственно подкормили. А маленький может оказаться недозрелым. Идеальный размер – средний вес от 5 до 8 килограммов. Еще один, на наш взгляд, самый простой способ выбрать арбуз – нужно доверить выбор продавцу. Арбуз должен быть большой, красивый, без изъян. И, конечно же, хвостик должен быть чуть-чуть суховатый. Или полностью сухой. В разрезе все арбузы красные, сочные. Арбузный сезон настал. Приятного аппетита! Купленный арбуз всегда загадка. Но только до тех пор, пока не пришло время разрезать его на кусочки. В этом доме с выбором арбуза не ошиблись. Мякоть сочная, да и косточек немного. Еще одно правило при поедании – арбуз должен быть охлажденным. Поэтому прежде, чем насладиться ярким и свежающим вкусом, обязательно помойте и подержите его в холодной воде около получаса. Хранить арбуз в холодильнике можно, но не больше суток. А лучше съесть его сразу. И пользы больше, и шансов отравиться нет. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Берегите себя, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok В республике ожидается облачная погода, дождь. Ветер западный, северо-западный – 5-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 14, плюс 13, днем – плюс 17, плюс 20. В этом выпуске программы «Криминальная хроника». В студии Рустем Шарипов. Здравствуйте. Двухколесный транспорт становится все более популярным. Однако, не все спешат купить его. Есть и те, кто хотят прокатиться с ветерком на чужом велосипеде. Несмотря на предупреждения, многие по-прежнему оставляют свои велосипеды в подъездах, надеясь на русский авось. Так, только за две последние недели в Янауле похитили 4 велосипеда. «Уважаемые жители, будьте бдительны, не оставляйте велосипеды без присмотра и пользуйтесь противоугонными велозамками». География преступления порой не знает границ. Бывает и так, что в одном деле фигурируют сразу 4 населенных пункта. 27 июня за помощью в отдел МВД по городу Агидели обратился житель Нефтекамска и сообщил, что его избили в Янаульском районе. 40-летний мужчина получил закрытый перелом двух ребер, ушибы и многочисленные гематомы предплечья, спины и бедра. Выездом было установлено, что телесное повреждение возле деревни Канигова нанес 31-летний житель Янаула. Тем временем не дремлют и мошенники. С заявлением к сотрудникам полиции обратился 45-летний житель Янаула и сообщил, что через приложение, установленное на его телефоне, неизвестные лица похитили более 9 тысяч рублей. 7 июля в отдел обратился житель улицы Заречной. Неизвестные лица обманны путем похитили более 180 тысяч рублей. В этот же день пропажу более 9 тысяч рублей обнаружила и 30-летняя жительница улицы Некрасова. 11 июля с заявлением в полицию обратилась жительница улицы Аксакова и сообщила, что неизвестные лица похитили с ее банковской карты почти 8 тысяч рублей. Накануне вечером на мобильный телефон пострадавшей поступил звонок, от неизвестного мужчины. Он попросил проектовать номер ее карты для перечисления денег за товар. Его женщина выставила на сайте Авито. Кроме номера карты, потерпевшая проектовала код, пришедший ей по СМС. Не получив нужной суммы, женщина, почувствовав неладное, заблокировала карту. Однако, даже выпустив ее, она не смогла сберечь деньги. Как только на ее счет поступили деньги, произошло их списание на неизвестный счет. Уважаемые жители Янаульского района, будьте бдительны и осторожны. Как правило, мошенники находятся за тысячи километров от места преступления. Вычислить и вернуть деньги практически невозможно. Никогда не сообщайте третьим лицам данные своей карты, тем более секретный код на ее обороте. Это гарантия безопасности ваших сбережений. И самое главное, при любых сомнениях, подозрениях или беспокойстве, при малейшей попытке собеседника узнать пароль или код, немедленно завершите разговор. А затем перезвоните по правильному номеру банка. Он обычно указан на обороте банковской карты. В последних числах июня помощь сотрудников полиции понадобилась 22-летней жительнице улицы Некрасова. Девушка сообщила, что из квартиры пропали 11 тысяч рублей. 3 июля в отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что рядом с деревней Ижболдина неизвестные лица похитили листы ограждения скотомогильника. 4 июля на короткий номер 112 обратился житель улицы Пролетарской и сообщил, что из дома похитили триммер и плеер. В ходе беседы мужчина назвал и имя подозреваемого. Накануне они вместе распивали спиртные напитки. В этот же день правоохранительный орган обратилась жительница села Айбуляк и рассказала, что у мужа из кармана пропали 8 тысяч рублей. В совершении преступления она позаривает соседа. 7 июля в отдел полиции обратилась пенсионерка. Неизвестные лица разбили окно ее садового домика, проникли в помещение и похитили продукты питания и одежду. Спустя два дня за помощью обратился мужчина на 1956 года рождения. Неизвестные люди перекопали весь огород пенсионера. Каждый из нас с детства знаком со сказкой «Заюшкина избушка». Подобная история произошла и в жизни жительницы села Карманово. По доброте душевной она сдала свой дом родственникам. Однако спустя год, не желая уходить из жилища, они угрожают поджечь дом. Поздним вечером 7 июля ссора между братом и сестрой едва не закончилась трагедией. С диагнозом «рубленная рана левой щеки» в приемный покой больницы обратился 57-летний житель деревни Ахтиял. Удар топором ему нанесла младшая сестра 1967 года рождения. В тот же вечер в отдел полиции позвонила неизвестная женщина и сообщила, что по улице Ленина 10 возле второго подъезда лежит пьяная женщина с коляской. В отношении 43-летней женщины составлен административный протокол. 10 июля при пересчете денежных средств сотрудники банка обнаружили поддельную купюру достоинством 5000 рублей. Как выяснилось позже, банкнота поступила из супермаркета нашего города. По данному факту проводится проверка. Всего за три минувшей недели на дорогах Янаульского района произошло 24 дорожно-транспортных происшествия. Пострадало 2 человека. Выявлено более 600 нарушений правил дорожного движения. В том числе 126 водителей пренебрегли ремнями безопасности. 10 автолюбителей нарушили правила обгона. 13 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это все главные происшествия за три минувшей недели. Берегите себя и своих близких. До свидания. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования. Высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402. 23 июля. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1240 году, шведы были разгромлены войском Александра Ярославича в битве на реке Неве. Сам Александр, согласно летописям, ранил шведского военачальника Ярла Биргера, возложил печать на лице острым своим копием. Князь Александр получил почетное прозвище Невского. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скажи, о чем молчишь? 8 800 2122 Телефон доверить для подростков. Звонок бесплатный и анонимный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok